Представляю вам мою сегодняшнюю гостью. Это Ольга Викторовна Немирова, заместитель главы администрации Перми и начальник департамента земельных отношений администрации города Перми. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, что называется, жареные вопросы. Итак, на прошлой неделе наши коллеги из 59.ру написали о том, что будет продлена улица Сибирская и сносу будет подлежать дом на Чернышевского, 23. А это многоквартирный дом, шестиэтажный. Люди волнуются. Давайте рассказывайте, что планируется, что не планируется, что правда, что вымысел. Ну, относительно Чернышевского, 23, это несколько поторопились. Продлить улицу Сибирскую, может быть, и хотелось бы, но там на самом деле стоит многоквартирный дом. Это достаточно финансово-затратное мероприятие, и пока оно не планируется. Пока мы речь идем о других совершенно улицах. Это Комсомольский проспект, это улица Островского, это улица Ленина и вдоль улицы Крисанова. То есть основные мероприятия, которые мы планируем, пока лежат в истории именно вот этих основных улиц. Давайте тогда поясним, что там планируется, да, и в какие сроки, то есть насколько быстро это все будет делаться, потому что этим летом показалось, что когда такие активные дорожные строительства, ну, прям тяжело. Ну, прям тяжело, но с другой стороны, прям ведь лучше становится город наш. Это правда, с этим не поспоришь, но тем не менее, да, к чему готовиться? Я понимаю, что мы привыкли немножко жить в другом темпе, к счастью, к нашему. Город меняется к лучшему, и скорость этих изменений, она тоже увеличивается, и это здорово. Но тоже хочу успокоить, да, у нас внесены изменения в генеральный план. Сейчас по этим изменениям в генеральный план мы разрабатываем и обсуждаем на публичных слушаниях документацию по планировке территории. Вот документация по планировке территории, она устанавливает красные линии, то есть створ, в которых будут дороги с одной стороны, с другой стороны пешеходы, велосипедные дорожки, могут быть бульвары, могут быть какие-то скверы. То есть в данной документации мы определяем границы вот этих территорий. Как будет дальнейшее развитие, это уже последующий этап, это дальнейшая проработка. То есть пока стратегически всё это? Пока стратегически, да. Но вот в качестве примера я вам хочу напомнить всем жителям города, улицы Революции, от гипермаркета и вот в сторону Мотовельхинского района. Очень долго у нас уже стояли девятиэтажные дома, а между ними ничего не делалось. То есть этот створ, он держался, он держался благодаря разработанной документации. Пусть она по-другому тогда называлась. Это как бы средняя дамба, мы про неё говорим. Да, средняя дамба, да. Вот сейчас аналогичное мероприятие. Мы документации по планировке территории обозначаем красные линии и те территории, которые будут использованы для развития уличной дорожной сети, для того, чтобы город стал более комфортным как для автомобилистов, так для пешеходов, так для велосипедистов, и в принципе, чтобы улицы города изменились. А в дальнейшем уже на следующих этапах будут все последующие итерации. Там, где необходимы изъятия, границы изъятия, мы тоже определяем документации по планировке территории и границы земельных участков, там начнётся процедура изъятия, публичная абсолютно. Там, где у нас предусматриваются скверы, начнётся проектирование скверов и, безусловно, при необходимости обсуждение тем, как жители города хотят видеть, чтобы эти скверы видели. Как известно, всем угодить невозможно, но тем не менее публичные слушания – это нормальный прозрачный процесс. Но слово «изъятие» имеет немножко негативную окраску для обычных людей. Да, да, да. Во-первых, давайте тогда проговорим, что значит «изъятие». Вот смотрите, ещё раз, публичное слушание – как раз тот механизм, который позволяет и власти, и гражданам услышать и понять друг друга. Собственно говоря, что и произошло во время этих публичных слушаний. То есть появились предложения граждан скорректировать тем или иным способом документацию по планировке территории, а тут, например, касается улицы Островского. Вот прямо у меня есть такой вопрос. Да, там это рынок, куда люди привыкли ходить за продуктами. Кому-то он нравится. Кто-то говорит, не нужен рынок, мы уже уходим от 90-х годов давным-давно, и хотелось бы какие-то рекреационные зоны иметь. Но тем не менее это частная территория. Ну, вот смотрите, относительно рынка здесь у нас граждане едины во мнении. Они, конечно, говорят, что да, вот в таком виде, в каком он есть, а он очень долго существует в этом виде, и лучше он не становится, он, в принципе, не нравится уже никому. Поэтому вот относительно территории рынка споров, в принципе, не было. Люди, наоборот, говорят, здорово, если здесь появятся дополнительные полосы, планируется бульвар, ещё дополнительные пешеходные дорожки, это здорово. Там были обеспокоены жители многоквартирного дома, который ближе к торговому центру «Радуга», потому что предполагалась часть земельного участка, часть, часть, небольшую, предполагалось под изъятие. Но услышали мы горожан, что это действительно частная территория, с этим никто не спорит. И, в принципе, те мероприятия по развитию уличной дорожной сети, которые мы запланировали, мы вполне укладываемся и в территории красных линий. То есть Дмитрий Иванович дал нам уже задание на то, чтобы доработать документацию в этой части, и она, безусловно, будет доработана. Поэтому изъятий в отношении многоквартирного дома по улице Островского также не будет. А что касается рынка? Территория рынка будет подлежать изъятию, но, опять же, процедура изъятия абсолютно прозрачна. Она прописана достаточно глубоко законодательством. И изъять земельный участок для муниципальных нужд незаметно невозможно. То есть это не отобрание участка? Нет, это не отобрание. Все собственники могут быть спокойны в том плане, что после утверждения документации по планировке территории будет отдельное решение об изъятии каждого участка. Мы свяжемся с собственниками, мы опубликуем эту информацию. То есть это вопрос договоренности будет? Конечно. То есть будет проведена оценка рыночной этих земельных участков, будет направлено соглашение с собственником этих земельных участков, каждому, причем собственнику. То есть будут определены доли. В том случае, если собственники будут согласны, они заключают соглашение. Если они согласны, то через суд. Ну, в общем, это... Да, но я вам хочу сказать, что мы в профилактическом ключе уже постарались со многими собственниками встретиться. Так. И больше половины из них, они согласны. Потому что понятно, что город развивается. Люди, когда заходили на эти территории, они сразу понимали, что, ну, какое-то время они стоят, но, скорее всего, придет время, когда нужно будет дислокацию менять. Но в Москве это все прошли, на самом деле. Это тоже не бескромно, но прошли. Ну, я хочу сказать, они, по-моему, даже другими механизмами проходили. Но вот мы идем через механизм изъятия. Еще один вопрос, и он обсуждается активно в соцсетях. Это жители солнечного города беспокоятся по поводу того, что у них есть там проезд, да, которым они пользуются. Это их частная территория. И они беспокоятся о том, что этот проезд сделают дублером улицы Островского и откроют его для полноценного движения. Они бы не хотели, чтобы внутри дворовое пространство использовалось для таких целей. Есть ли что сказать жителям солнечного города? Ну, вот смотрите, еще раз. Земельный участок у жителей солнечного города изыматься не будет. Это первое. Второе, ну, это не совсем дворовое пространство. Это как раз пространство перед магазином, который является как бы цокольным этажом этого многоквартирного дома. Вот этот земельный участок, он как был в частной собственности, так он, собственно говоря, и остается в частной собственности. Там и сейчас есть этот проезд. Ну, собственно говоря, ровно он и останется. Границы красной линии, красную линию мы проведем ровно по границе земельного участка. То есть здесь тоже как бы тема для беспокойства, она абсолютно исчезает. Ну, я думаю, что все жители солнечного города сейчас прям себе пометку такую сделали, что вот пообещали им в эфире. И какие-то преобразования в ближайшее время нам еще стоит ожидать? Вот так, чтобы какой-то вброс в средства массовой информации прошел, чтобы все опять за голову хватали, чтобы этого не было. Ну, во-первых, стоит ожидать только позитивных преобразований. И они, в принципе, уже происходят. Посмотрите на нашу эспланаду, как она изменилась. Вот ровно в таком ключе мы стараемся продолжать работать. А у нас вот этот план «Все-таки движемся к 300-летию»? Да, вот как бы вот такой рэперная точка такая. Это, конечно, как бы одна из целей сделать город краше к его юбилею. Но это именно одна из... Это обычная плановая работа, да? Да, да, да. Просто пришло время, появились возможности, появились возможности в законодательстве, финансовые возможности. И самое главное, вот все-таки жители нашего города уже созрели для того, чтобы жить в более комфортном, более уютном городе. Мы начали с вывесок, да? Первоначально тоже, ну вот вспомните, это было напряженно встречалось. Сейчас мы практически еженедельно получаем от граждан обратную связь, как изменились улицы города, как изменились фасады. Стало гораздо красивее, гораздо приятнее. То есть вот эта рыночная пестрота исчезла, а все как-то более благородно это выглядит. Хотя, в принципе, вывески никуда не делись. Просто они к единому стилю приведены. Они стали более европейскими, так скажем, да? Да, конечно. И город от этого выглядит более уютным. Действительно ушел вот этот вот беспорядок цветовой, вот эти вот вывески, которые, если вспомнить 90-й год, ну все же завешено было полотнами, да? И сейчас выходим на улицу, открыты окна, видны архитектурные решения. Сейчас подсветку также дорабатываем. То есть еще раз, все делаем для того, чтобы наш город стал краше, комфортнее, уютнее. И жители города, которые его без того любят, чтобы радовались каждый день, глядя на улицу. Ольга Викторовна, большое спасибо. Надеюсь, что все ваши ответы послужат таким нормальным успокоением тем, кто волновался по поводу тех вопросов, которые мы озвучивали сегодня во время программы. Спасибо вам за то, что пригласили и дали возможность развеять те сомнения, которые у людей возникали. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы продолжаем наш вечерний эфир. Субтитры создавал DimaTorzok